Покупаешь онлайн? С кэшбэк-сервисом Letyshops ты можешь возвращать до 30% денег, которое потратил на покупки. Что такое кэшбэк? Мы приводим покупателей в магазины. За такую рекламу они платят нам вознаграждение с каждой покупки. Часть этой суммы мы возвращаем покупателю в виде кэшбэка. Преимущество Letyshops оценили уже более 10 миллионов пользователей по всему миру. Все легко и просто. Сначала нужно зарегистрироваться, потом выбрать один из 2300 магазинов, перейти в него и сделать покупку, как обычно. Скоро кэшбэк появится в твоем личном кабинете на Letyshops. Вывести деньги можно любым удобным способом – на карту, мобильный или электронный кошелек. Полезный лайфхак. С помощью нашего расширения для браузера можно активировать кэшбэк в один клик, а также мониторить цены и проверять рейтинг продавцов. А наше мобильное приложение понадобится тем, кто любит делать покупки со смартфона. Зарегистрируйся на сайте Letyshops.com и получи премиум аккаунт в подарок. Ссылка в описании. Латина Мармот стоит на северо-западе Соединенных Штатов уже почти 100 лет. Сейчас ее сносом занимается команда экспертов. Заряд к подрыву готов. У них есть лишь 4 месяца, чтобы снести 22 тысячи тонн бетона и стали и расчистить 800 тысяч кубометров песка, гравий и каменных глыб. Так, чтобы оказавшийся под угрозой исчезновения вид лосося смог вернуться к местам нереста. Чтобы преуспеть в этом, им понадобится радикальный и непроверенный план. Посмотри, посмотри внизу. Они используют научные достижения и технологии 21 века, чтобы обуздать силу идеального шторма. Поддается! Не потеряв по пути ни одной жизни. Отходите, насыпь размывает. Поторопитесь! Мега-слон. Разрушители плотины. На северо-западе Соединенных Штатов большие плотины встречаются так же часто, как и Великие реки. Здесь, среди каскадных гор Орегона, река Сэнди крутила динамо плотины Мормот почти сотню лет. Но плотина стара и неудобна для мигрирующих рыб. Энергокомпания Portland General Electric или PGE решила списать в утиль это дорогостоящее сооружение и заменить его другими источниками энергии, вроде энергии ветра. Джон Эслер, менеджер PGE, занимающийся этим проектом. Его работа – принимать сложные решения. Наши клиенты ожидают, что мы все сделаем правильно. Если проект невозможно осуществить экономный защититель лососи, они считают, что его нужно свернуть. Но демонтаж плотины таких размеров и возраста является сложнейшей инженерной задачей. Мы очень многого не знаем, но узнаем об этом только в ходе работы на месте. Снос этой плотины – грандиозный эксперимент. Компания PGE собрала команду высококлассных специалистов, чтобы помочь им – инженеров, специалистов, подрывников, ученых и даже синоптиков. Если их планам суждено осуществиться, река Сэнди вновь свободно потечет от истоков на склоне потухшего вулкана горы Худ до слияния с рекой Коламбия, в 80 километрах отсюда. Но это будет непросто. Плотина Мормот поднимается вверх на высоту пятиэтажного дома и имеет в ширину почти 60 метров. Судоходный канал проходит с одной стороны, а старый рыбоход, позволяющий лососим обходить плотину с другой ее стороны. Плотина построена из 22 тысяч тонн бетона и 90 тысяч килограммов стальной арматуры. Чтобы снести ее, команде разрушителей сначала необходимо отвезти в сторону русла реки временной запрудой, создав сухое и безопасное место для работы. Затем они разрушат старую плотину при помощи взрывчатки и отправят собранный бетон и сталь на переработку. И, наконец, когда плотина перестанет существовать, команде предстоит преодолеть главное препятствие — убрать осадочные породы, накопившиеся перед плотиной почти за столетие. 16 миллионов тонн каменных валунов, грабия и песка, запирающие протоку, поднимающиеся до верхней кромки плотина. Возможно, это мощное препятствие будет преграждать течение реки даже после сноса плотины мармот. Но совершенно очевидно бесперспективность уборки такого объема грунта с помощью заступов и самосвалов. У подрядчика есть лишь 4 месяца, чтобы успешно завершить проект. Потому что подходит время на биологических часах. Лосось возвращается в свою реку. Лосось — настоящий символ для всех людей на Северо-Западе. Это символ отдыха и культурных ресурсов, которыми мы обладаем и которыми хотим обладать в будущем, несмотря на высокий рост населения. Молодые лососи появляются на свет в пресной воде реки Сэнди, затем устремляются вниз по течению к Тихому океану. По достижении половой зрелости лососи проходят путь в тысячи километров обратно в Сэнди, чтобы перед смертью успеть отложить икру в ее водах. Многим придется подняться по устаревшему рыбоходу плотины, чтобы попасть в родные места. За долгие годы популяция рыбы снизилась с почти 20 тысяч до 5 тысяч особей. А некоторые виды, такие как ченук и кохо, даже попали в список видов, которым угрожает исчезновение. Чтобы свести воздействие проекта на рыб к минимуму, снос плотины может быть проведен только во время самой низкой воды и до того, как пойдет нерест. Подрядчик Нэт МакДугал поставлен в очень жесткие рамки. В общем, нам необходимо сделать всю работу примерно за половину времени, которое потребовалось бы в обычных условиях. Чтобы сделать работу в срок, придется трудиться по 6-7 дней в неделю и удлинять рабочий день. Чтобы не терять ни минуты, без отлагательств проект стартует 1 июля. Первый этап. Команда Нэтта МакДугала начинает возводить гравийно-глиняное сооружение выше по течению от мармот, называемое запорной дамбой. Она будет удерживать реку во время сноса плотина мармот. Они построят специально разработанную запорную дамбу поверх осадочных пород высотой 5 этажей. Внутри этих отложений до самого дна реки будут пробурены скважины и установлены насосы. Насосы откачают из породы воду, превратив эти отложения в часть запруды. Запорную дамбу оснастят стальным мостом, чтобы тяжелая техника могла пересекать обводной канал. Когда проект будет завершен, рабочие остановят дренажные насосы, позволив тем самым воде вновь пропитать осадочную породу. Затем гравийно-глиняная запруда без вреда растворится в водах реки. Но до того момента она должна их сдерживать. Мы работаем позади временной запруды, и если с ней случится что-нибудь плохое, это будет настоящая катастрофа. Запорная дамба рассчитана на сдерживание потоков 3 миллиона литров в минуту. Этого должно быть достаточно летом, когда уровень реки низок. Но в этом районе в год выпадает более 94 сантиметров осадков, гораздо больше, чем может выдержать запорная дамба. Команда должна завершить проект до конца лета. Все это время подрядчик в первую очередь будет занят защитой рабочей площадки от речных вод. От этого зависят жизни людей. Самой рискованной частью работы будет откачивание воды и контроль за ее уровнем. Всегда есть риск повышения уровня реки и ее прорыва на рабочую площадку, что будет совсем нехорошо. Бригады рабочих трудятся круглые сутки, чтобы закончить запорную дамбу. Бурильщики делают 18-метровые скважины в отложениях позади плотины Мормот. Затем опускают в скважины трубы-кожухи. В скважины опускаются насосы, которые будут служить их системой жизнеобеспечения. Насосы должны работать 24 часа в сутки, чтобы река не размыла временную плотину. В то время как сооружение запорной дамбы идет полным ходом, ученый-гидролог Гордон Грант занят работой над решением главной проблемы проекта. Он старается разработать план удаления наносов осадочных пород, скопившихся перед плотиной за почти 100 лет. Мы снесем плотину, и повсюду, везде будет песок. Он забьет все эти укромные уголки и трещины. Больше всего он обеспокоен тем, что освободившаяся порода может запрудить реку, не дать прохода рыбе или занести ее икру. Еще не было случая, когда при сносе искусственной запруды освобождалось такое количество осадочных пород. Мы никогда не видели, что происходит, когда миллион кубометров ила в один момент спускается по реке. Компания PGE выбрала радикальный способ смыть всю породу одним смелым ходом. Но это метод, который еще никогда не был опробован в таких масштабах. Поэтому Гордон Грант отправляется в командировку, чтобы узнать, сработает ли план. Портленд Дженерал Электрик обратилась к ученым университета при Центре исследования динамики поверхности Земли в Миннесоте, чтобы те создали масштабную модель проекта по сносу плотина. Модель длиной 13 метров с копией плотины Мармот в Центре и полутора километрами реки Сэнди выше и ниже ее. Инженер Джефф Марр создал эту модель, основываясь на лазерных замерах на месте. Красные линии профиля, которые мы использовали для создания модели, они показывают нам, какую форму нужно придавать бетону. У модели есть даже масштабное отложение песка и гравия, поднимающееся до верхнего среза плотины. Они построили эту модель, чтобы проверить план ПИДЖИИ по смыванию отложений. Общая идея проста. Когда подрядчики снесут старую плотину, они подождут, пока осенние проливные дожди наполнят реку позади запорной дамбы до критической точки. Затем они спустят воду, направив ее поток так, чтобы он смыл всю гору осадочных пород. Но попытка управлять потоком при помощи человеческой силы и техники — это очень амбициозная и потенциально опасная операция. Исследователи надеются, что их миниатюрная плотина «Мормот» поможет понять, как управлять этим динамичным процессом. Модель готова к испытаниям. Первым делом они строят запорную дамбу, включая дренажную систему. Затем они убирают старую плотину. Теперь ученые воссоздадут ряд событий, которые будут происходить в действительности. Наступает период осенних ливней. Конечно, мы обладаем такой роскошью, как вентиль, открывающий и перекрывающий реку. Парням, которые будут делать это на месте, придется иметь дело с настоящей рекой. Вижу воду. Начинается дождь. Насосы в их запорной дамбе выключены и убраны. Хорошо. Что особенно важно, в дамбе сделана выемка, чтобы направить поток воды. На месте это придется делать людям и технике. Затем они перекрывают обводной канал. Обводной канал перекрыт. Отлично, начинаем. Уровень масштабной модели реки поднимается. Хорошо, поднимаем до 2500. За считанные минуты вода начинает пробиваться через выемку и принимается вымывать отложения позади запорной дамбы. Посмотри, посмотри внизу. Процесс пошел. Отлично. Посмотри, какой кусок. Не хотел бы я оказаться там, когда там отрываются такие куски. Я не настолько храбрый. Эквивалент 16 миллионов тонн породы благополучно уносится течением. По крайней мере, в этой комнате план сработал. Модель доказала, что план может сработать. Но координатор проекта Тим Келлер не убежден в этом. На месте выемку в дамбе придется делать большими экскаваторами. Потенциально опасная работа во время наводнения. Я не позволю подвергать риску рабочих, делая брешь в дамбе, основываясь на каком-то опыте с моделями. Но до этого дня еще далеко. Сначала им еще нужно снести плотину. Постройка первоначальной плотины была завершена в феврале 1913 года. На это понадобилось 7 месяцев работы в труднейших условиях. Рабочие использовали все имевшиеся под рукой материалы, в основном камни и строевой лес. Их достижение стало настоящей легендой для таких ветеранов ПИДЖИИ, как Джон Эслер. Для нас это настоящее наследие. Это был один из наших первых гидропроектов. Большая часть всего этого была создана вручную или с использованием лошадей, с очень немногими механизмами, кроме нескольких паровых машин. По прошествии лет плотине потребовались небольшие доработки. По иронии судьбы, человек, который дал тогда ей новое право на жизнь, тот же человек, кто ее снесет. Нэт МакДугал. Для меня лично очень трудно снести это сооружение. Для нас это будет очень непростой опыт. В 99-м Нэт МакДугал произвел косметический ремонт плотины при помощи бетонной арматуры, когда за долгие годы река ослабила плотину настолько, что та готова была развалиться. Эта плотина строилась на века не для того, чтобы ее снесли через 20 лет после постройки. Но теперь время пришло. После месяцев планирования экспертам-подрывникам из фирмы Суперер Бластинг наконец пришлось засучить рукава. Разрушение произойдет в несколько контролируемых этапов, так чтобы экскаваторы смогли убрать обломки на столь узкой площадке слой за слоем. У бригадира Джерри Дилли нет права на ошибку. Был проделан большой объем инженерных расчетов с тем, чтобы разместить отверстия, определить их количество и необходимый вес зарядов в каждом из них. В течение следующего месяца они произведут 4 точных подрыва, разбив плотину на 4 горизонтальных уровня. Рабочие готовят каждый подрыв, делая ряды отверстий для зарядов глубиной до 3 метров внутрижелезобетонной конструкции. Затем они взрывают слой, убирают экскаваторами обломки, отправляют их на переработку и повторяют весь процесс, пока плотина не будет полностью уничтожена. Но проделывание отверстий для взрывчатки — непростая работа. Внутри конструкции очень мощная сетка арматуры, клетками 30 на 30 сантиметров по горизонтали и по вертикали. Поэтому действительно сложно сделать отверстие в нужном месте. Пока команда разрушителей сверлит гребень плотины, биологи сталкиваются лицом к лицу с настоящей бедой. Река Сэнди отрезана от плотины, и рыбоход больше не действует. Его тоже уберут. Но таким образом лососи, поднимающиеся вверх по реке после тысячекилометрового путешествия вместо невеста, оказались пойманными в ловушку. Лососевые ковбои стараются как можно быстрее заорканить их, запустить эту чувствительную к высокой температуре рыбу в изолированные емкости, отвезти их на другую сторону запруды, чтобы выпустить. Команда разрушителей Джерри заполняет отверстие взрывчаткой и электронными запалами. Они используют особый рецепт. 1100 килограммов нитрата аммония и 680 килограммов первосортного динамита. После того, как ты установил заряд, есть другие люди, которые его подключат. А другие люди идут за теми людьми, чтобы проверить, что все подключено верно. Джерри занимается последними приготовлениями. Да, будет небольшой фейерверк. Ставим капсюль в грибовидный толкатель, подключаем к нему основной запальный шнур. Когда вы ударите по взрывателю, он инициирует основной шнур, который подорвет заряд. Представители компании, политики, лидеры экологических организаций и пресса собрались на смотровой площадке, чтобы стать свидетелями этого исторического момента. Думаю, сегодня очень важный день для проекта. Мы хотели бы, чтобы все прошло гладко, чтобы никто не пострадал, и не было разрушений больше, чем мы планировали. Дамы и господа, нам нужно, чтобы после взрыва остался небольшой кусок бетона, а мелкие обломки, которые мы сможем срыть. Джерри проводит последний осмотр. Все заряды были проверены по меньшей мере четыре раза. Четырьмя разными людьми, чтобы удостовериться, что не было сделано никаких ошибок, что все пройдет так, как положено. В этом бизнесе по неволе будешь суеверным. Мы готовы? Пегги Фаулер, управляющая Портленд Дженерал Электрик, скоро узнает, насколько хорошо Джерри справился со своей задачей. Семь, шесть, пять, четыре, три. После долгих месяцев подготовки плотина «Мормот» скоро падет. Три, два, один. Тоны взрывчатки сметают верхнюю четверть плотины. Исполнено мастерски. Команда разрушителей обрушила первый слой бетона и арматуры. Теперь рабочие Нета МакДугала могут приступить к разбору обломков. На проекте вроде этого день, когда происходит первый взрыв, очень важен, потому что мы не просто можем приступать к работе, но и потому что мы можем определить, насколько трудно будет разбивать эту штуку, скапывать обломки и увозить их отсюда. На место работ вереницей потянулись экскаваторы и самосвалы. Они должны убрать обломки как можно быстрее, чтобы можно было произвести следующий взрыв. Компания «Портланд Дженерал Электрик» хочет переработать ценную арматуру, а также вновь использовать бетон, который при других обстоятельствах просто пошел бы в отвалы. Поэтому рабочие тщательно выбирают стальную арматуру из тон обломков. С максимальной скоростью, на которую способны наполненные до краев грузовики, стальные обломки отправляются на переплавку. Бетон же становится главным блюдом для дизельной дробилки, которая пережевывает 133 тонны в час и с громовой отрыжкой выдает аккуратные катышки гравия. Прекрасная смесь для дорожных насыпей. В это время подрядчики собирают 89 тонн металла и арматуры для переработки. Они отправляют их на сталепрокатный завод «Каскейд». Здесь круглые сутки сталевары высыпают вагонетки лома в 96-тонную электродуговую печь. Затем в смесь опускаются три графитных электрода. Гидростанция питает печь электричеством мощностью в 70 мегаватт. Этого хватило бы на бытовые нужды 50 тысяч домов. Это превращает железный лом в расплавленный супчик температуры в 1600 градусов по Цельсию, который разливается в болванки весом в 2 тонны каждая и становится сырьем для новых изделий из стали от проволоки до заборов. Скоро прибудет еще арматура, так как команда только что взорвала и разобрала второй 3,5-метровый горизонтальный слой плотины мармут, уменьшив ее высоту наполовину. Лето продолжается, и ПИДЖИИ регулярно контролирует состояние реки, чтобы удостовериться, что разрушение плотины не нанесло ущерба ее хрупкой экосистеме. Всего через несколько недель река, наконец, будет освобождена от столетней службы энергетической компании. Плотина мармут была построена, чтобы использовать реку Сэнди для выработки электричества. Но в начале вода должна пройти долгий путь по многим километрам каналов и туннелей, ведущих ее сквозь гору, названную Хребтом Дьявола, в другую реку, Литл Сэнди, где течение реки вновь перенаправляются в 4-километровый деревянный водовод. Этот водовод ведет в озеро Рослин, хранящее 640 тысяч квадратных метров воды. Этого объема хватает для того, чтобы приводить в движение турбины электростанции Булран и производить количество энергии, достаточное для 16 тысяч домов. Как гидролог, Гордон Грант восхищается талантом, создавшим эту систему. Я по-настоящему впечатлен работой инженера в столетней давности. Я имею в виду, что у тех парней не было современных инструментов. У них не было электронных измерительных приборов, у них не было аэрофотоснимков. Но им все же удалось разработать эти очень эффективные системы управления потоками, водоотвода и использовать рейки для производства электроэнергии, что было просто чудом той эпохи. Но времена изменились. ПИДЖИИ планирует демонтировать эту гидросистему целиком и заменить ее альтернативными способами получения энергии. Век плотины Мормот подошел к концу. Ларри, все готово? Все готово. Сигнал пошел. Второй этап демонтажа почти завершен. Команда подрывников шаг за шагом стирает плотину Мормот с лица земли. Менеджер проекта Джон Эслер доволен их успехами. На то, чтобы разобрать все это и всю эту арматуру, уйдет еще две недели. На этом этапе мы практически расчистили площадку, осталось дождаться осенних ливней. Дожди приходят осенью, они размоют запорную дамбу, а затем весь этот материал смоет ниже по течению. Именно этого мы все и ждем. Это должно быть очень зрелищно. Снос плотины обнажает спящего позади Мормот великана 16 миллиардов килограммов речных отложений. Ни один лосось не сможет вскарабкаться по этому 15-метровому склону. Большая часть бетона уничтожена, и подрядчики для безопасности разравнивают склон осадочных пород. Теперь реку не сдерживает ничего, кроме временной запорной дамбы. Но она уже дает слабину. У Скотта Зорзе сейчас самая важная работа — поиск проблем на запорной плотине. Я тут специалист по проблемам. Вот, в принципе, моя работа. Прямо сейчас мы занимаемся небольшой протечкой. Самой главной проблемой было бы потерять запорную дамбу до того, как мы полностью закончим разборку ниже по течению. Его решение — перевязать рану бетоном, камнями и грабием. Скотт все еще убежден, что ему удастся сохранить дамбу в безопасности, пока держится подходящая погода. Ему нужно защитить запорную дамбу, пока в дверь не постучится буря достаточной силы, чтобы смыть все речные отложения. Долгосрочный прогноз погоды ничего не предвещает. Мы можем прождать тут аж до 15 октября в ожидании бури и идеального шторма. Сейчас река Сэнди все еще безмятежна. Но Гордон Грант знает, как быстро это может измениться. В такой день, как сегодня, мы можем с легкостью перейти реку в брод, едва намочив ноги. Но если мы придем сюда через пару недель, здесь будут бурлить потоки воды. Не обманывайтесь видом этого журчащего ручья. Это могучая река. С момента начала работ прошло уже почти 4 месяца. Рабочие пробили взрывами бетона арматуру плотина Мормот. Последние заряды уничтожили основание плотина. Лето кончилось. Все, что им теперь нужно, это идеальный шторм, который завершит их работу. Завершающий этап проекта по сносу плотина Мормот наиболее труден. Команда планирует использовать разлив реки, чтобы смыть отложения осадочных пород позади запорной дамбы. Исследователи в университете Миннесоты провели множество испытаний на модели реки, доказав в теории, что план PGE может сработать. Ключевым моментом здесь является контроль над затоплением при помощи специальной бреши в запорной дамбе. По их расчетам, команде рабочих необходимо сделать с южной стороны гравийно-глиняного сооружения выемку шириной примерно в 3 метра. Координатор проекта Тим Келлер знает, что самым главным будет выбрать верный момент. У нас не будет второй попытки на выбор момента для нашего шторма. Второго шанса у нас не будет, когда мы выберем момент более или менее удачный и мы пробьем бреш в запорной дамбе. Одной из самых интересных сторон в сносе подобных запрут является то, что в вашем пистолете всего один патрон. И момент пробивания бреши — время принятия единственно верного решения. Но это решение возможно придется принимать раньше, чем предполагалось. Национальное метеобюро в Портленде отслеживает ранний штормовой фронт. Обычно на Тихоокеанском Северо-Западе осенью стоит приятная погода. А в этом году у нас резкий переход прямо от лета к зиме. ПИДЖИ, энергокомпания, демонтирующая плотину, попросила гидролога Энди Брайанта помочь им выбрать идеальный шторм. Но это будет непросто. Иногда в этих местах сложно определить, будет ли дождь или нет. Сложно даже просто уследить за грозовыми фронтами, формирующимися над Тихим океаном. А если говорить лишь о Сенде, небольшом районе около пяти сотен квадратных километров, выпадет ли дождь в этом небольшом речном бассейне? И если да, то сколько будет осадков? достаточно ли их будет, чтобы вызвать заметный подъем уровня реки? Для нас ответить на этот вопрос очень нелегко. Река Сенди очень восприимчива к малейшему дождю. Дожди приходят и уходят, а вместе с ними быстро поднимается и опускается ее уровень. И ранние дожди уже доставляют неприятности. Уровень воды достиг метра от верха запорной плотины, почти предел того, что она может выдержать. Менеджеры из ПИДЖИ, Тим Киллер и Джон Эслер с волнением наблюдают за уровнем вод. Если уровень заметно повысится, проект полностью провалится. Запорная плотина не выдержит, и они потеряют свои насосы, оборудование и шанс контролировать поток воды. У нас два варианта. Дождаться, когда вода спадет и ничего не делать, или воспользоваться подъемом реки и пробить брешь в запруде, как планировалось. Сейчас они принимают решение дождаться бури посильнее. Будем надеяться, что мы сможем удержать дамбу до новой бури, действительно мощной настолько, чтобы смыть всю эту породу. Но если следующий шторм будет слишком сильным, они потеряют шанс пробить в дамбе брешь, чтобы смыть максимально возможный объем осадочной породы. Она рассчитана на сдерживание потока определенной силы. Если поток будет сильнее, он смоет дамбу вне зависимости от наших действий. А если буря будет недостаточно сильной, вся эта порода останется на месте, лишь немного размытая рекой. Любой из этих сценариев сделает это место опасным для находящихся под угрозой исчезновения видов лосося. Годы кропотливой работы, миллионы долларов, репутация команды, висящая на волоске. Мы знаем, что наносы будут смыты. Мы знаем, что скорость размытия рассчитывается по предположительной скорости будущего потока и его продолжительности. Не имея возможности предсказать эти величины, мы в действительности не знаем, что произойдет. В том случае, если этот план не сработает, ПИДЖИИ имеет резервный план по спасению самых уязвимых видов рыб. В 29 километрах ниже по течению от запорной дамбы Тодд Элсбери, биолог, управление рыбных ресурсов и дикой природой Орегона присоединяется к ПИДЖИИ в ходе миссии спасения. Сегодня мы вылавливаем 20 пар осеннего лосося чинук на тот крайний случай, если проект пойдет по наихудшему сценарию. Поэтому нам нужно успеть, пока дамба не будет снесена. Именно осенний лосось чинук находится в списке видов под угрозой исчезновения. И его мы спасаем. Если гора осадочных пород не будет смыта потоком, икра этой нерестящейся рыбы может погибнуть без доступа воздуха под слоем мыла. Поэтому нерестящиеся парочки привозятся сюда, на рыбную ферму Сэнди. Эти рыбы возможно последняя надежда спасти следующее поколение. Рабочие собирают икру, а затем искусственно ее оплодотворяют. Мы будем растить рыбью молоть до весны, а затем выпустим их обратно в реку, чтобы они смогли мигрировать в океан естественным путем. Миссия по спасению прошла вовремя. Утром следующего дня проект сталкивается с проблемой. За ночь ливень заполнил бассейн позади запорной дамбы до предела. Этим утром по дороге перед самым выездом к дамбе мне сообщили, что скорость потока была 53 кубометра в секунду. Поэтому я прибавил скорости, чтобы добраться сюда. 53 кубометра в секунду. Такая скорость потока заставляет всех обратить внимание на дамбу. Такого не должно было быть. 53 кубометра это все, на что рассчитана эта запорная дамба. Если поток будет сильнее, можно только догадываться. Запруду может прорвать в любой момент. Но есть еще одна проблема. Мост подмыт с одного конца и ушел в воду почти на полметра. Мост над обводным каналом готов обрушиться. А без него техника не сможет добраться с берега до дамбы, чтобы снять насосы или проделать столь важную брешь. Сможете ли вы провести здесь вашу технику? Нет. Сейчас Майк смотрит, сможет ли техника пересечь мост. Весь проект находится под угрозой срыва. Сейчас запорная дамба отрезана от берега, и у них нет никакой возможности вернуть свое оборудование. трубы, насосы и кожухи. Это просто неприемлемо. Но внезапно небо расчистилось, что дает команде шанс снова взять ситуацию под контроль. Джон Эсслер мобилизует свою команду к подготовке к созданию бреши в дамбе. Команда выдвинулась, но его следующий шаг зависит от погоды. Национальное метеобюро в Портленде говорит Энди. Привет, Энди, это Тим Келлер, со мной также Джон Эсслер. Привет, Энди. Привет. Итак, у нас есть прогноз? Да, есть. Подождите, я посмотрю. Метеоцентр отслеживает движение нового грозового фронта. По нашей модели дело идет к осадкам на этом участке фронта в этом районе. Он войдет в игру сегодня ночью. Так что, Тим, если верить этому графику, похоже, это то, что нам нужно. Пик примерно 70 кубометров в 5 вечера. О, Боже. погода придает им сил. Сильная буря движется в их сторону. И ожидаемый уровень воды несомненно размоет запорную дамбу. Да, бреши нам не удержать. У них нет выбора. Будет примерно 70 кубометров. Пора приниматься за работу. Пора привести их план в действие. За работу. Хорошо. Окей. Все занимают свои места. команда должна выключить насосы и убрать их из дамбы до прихода буря. Но мост не может выдержать тяжелую технику. Хватит ли высоты обычного погрузчика? Должно хватить. Время импровизировать. Арт Бернетт, один из самых опытных работников, будет использовать легкий подъемник вместо тяжелого экскаватора. Если взглянуть на мост, особенно сейчас, когда вода поднимается так быстро, сложно сказать, сможет ли подъемник сделать то, что нам нужно. Арт должен убрать насосы, а затем сделать пробоину в дамбе. Два храбрых наблюдателя пойдут вместе с Артом и постараются не дать ему и его подъемнику упасть в реку. Будем надеяться, что все пройдет хорошо и никто не пострадает. Когда насосы будут выключены, вода начнет быстро размывать запорную дамбу. Когда мы доберемся туда и вытащим первый насос, мы постараемся временно заделать отверстие. И цельность этой части запорной дамбы будет серьезно нарушена, как мы уже говорили. С этого момента на дамбу уже нельзя будет положиться, потому что ее может начать размывать прямо под нами. Как только насосы будут убраны, вполне вероятно, это может случиться. Осталось убрать сель насосов, а уровень воды в реке продолжает расти. Каждая минута на счету, вода просачивается внутрь сооружения и продолжает его ослаблять. Проект переходит в новую фазу. Гордон Грант прибыл, чтобы проверить, будут ли лабораторные испытания на модели соответствовать реальности. До этого момента снос плотина был местом, где работала тяжелая техника, было полно грязи. Люди приходили и скапывали старую плотину, взрывали ее, изменяли ландшафт техникой. Но с сегодняшнего вечера мы переходим на новый ритм, начинаем совершенно новый цикл, в котором в действии вступает сама река. Река унесет породу, река даст проход лососю, и все теперь будет зависеть от реки, а не от техники. На месте работы растет напряжение. буря продолжает развиваться, обещая вскоре нанести нокаутирующий удар. Наконец, насосы извлечены. Осталась самая опасная работа. Арт должен выехать на край запорной дамбы и сделать выемку в неустойчивом сооружении. Если идет ливень и уровень воды быстро повышается, нам нужно, чтобы все были в безопасности. Арт и его помощники аккуратно начинают проделывать выемку в вершине запруда. Им нужно сделать выемку в соответствии с лабораторной моделью и удалить достаточно песка и гравия, чтобы направить реку в нужное русло. Это рискованная операция. Одно неверное движение и материал запруда может осыпаться, и Арт и его помощники будут сметены в поднимающиеся воды. Начался завершающий этап проекта. Как только погрузчик принимается разрушать запорную дамбу, сквозь нее начинает просачиваться поток воды. Все наше планирование нацелено на эту последнюю брешь. Но с этого момента мы полностью теряем контроль над ситуацией. Нам просто придется дать природе действовать самой, позволить реке все сделать. Водоем позади запруды заполнился до краев. Обводной канал теперь действует как аварийный клапан, выпуская ровно столько воды, сколько нужно для контроля над энергией потока. Но как только рабочие перекроют канал, все силы ада вырвутся наружу. Как только они заполнят обводной канал, дамба должна просто взорваться. Слышите? Я не хочу соскользнуть туда. Арт Бернетт знает, что грунт под ним может поддаться в любой момент. Думаю, смотреть на все это с безопасного расстояния было бы гораздо лучше. А в самом... Что если эту штуку подо мной размоют? Что тогда произойдет? Внизу идут мощные процессы. Посмотрите только, как круто. Выемка почти завершена. Наступило время перекрыть канал и перевести миссию на форсаж. Дэйв, как слышишь меня? Да, начинай. Засыпай камни в канал. Тогда поехали. Рабочие перекрывают обводной канал. Хорошо, начинаем. Увеличивая давление на запорную дамбу на дополнительные 847 тысяч литров в минуту. Река реагирует быстро. Скорость потока здесь возрастает. Скорость потока поднимается до критической. Это что-то вроде гидроудара. Энергия воды прорезает себе путь сквозь песок и гравий как гигантский скальпель. Это что-то вроде это геологический нож, настоящий геологический нож. Годы планирования сводятся к этому моменту. Работа арта завершена. Настало время реке завершить проект. дамба Вот дела. Порода поддается. Внезапно осадочные породы начинают размываться. Всем отойти, берег начинает размывать. Скорее! Команда должна срочно отойти. Мы начали отходить, и вдруг дамба обрушивается. и участок примерно в 3-4 метра просто уносит водой. Это определенно самое тревожное время проекта. Самое тревожное время. Стены из песка и гравия высотой в три этажа рассыпаются как тающие ледники. Боже Бог! Никогда ничего подобного не видел. Речные отложения превращаются в поток булыжников, гравия и песка. Уже сейчас посмотрите как много. посмотрите какой каньон мы тут сделали. Всего через два часа после проделывания выемки в дамбе Сэнди пробивается до самого дна своего прежнего русла в том месте, где когда-то стояла плотина мармот. Был такой рокот какой обычно бывает у водопада. Думаю это было очень зрелищно. К ночи Сэнди вновь свободно несет свои воды. Тим и его команда изнурены до предела. Как только мы проделали выемку все было размыто очень быстро. Сила реки была просто невероятна. Но могут вздохнуть с облегчением. Главная угроза проекту унесена течения. Люди работали много месяцев и лет пытаясь понять как все это будет происходить. возможность наконец увидеть как все завершилось думаю дает всем чувство глубокого удовлетворения. На следующее утро как только рассвело Гордон возвращается на место работы. Ничего не осталось. Совсем ничего. Река все унесла за одну ночь. Невероятно. похоже она и помнит то не помнит что тут была плотина. Прошло всего 18 часов с того момента как Сэнди начала пробивать себе путь сквозь дамбу. Результат потрясающий. Река сама расчистила свое русло. Огромная масса речных отложений почти 98 тысяч тонн осадочных пород некоторым из которых почти 100 лет унесло течение. Да в воздухе немного пахнет серой. Думаю это от органических останков которые были погребены на дне этого резервуара в течение не знаю 80-90 лет. Проект с блеском завершен. Там где раньше возвышалась плотина теперь лишь несколько старых дренажных труб. Весь этот район станет общественным природным заповедником. Портленд Дженерал Электрик передает 6 квадратных километров лесному хозяйству. Через два дня после прорыва плотины редкие виды лосося уже поднимаются по реке как и надеялся Джон Эслер. Я видел пару лососей Коха. Для меня это небольшой, но все-таки пример того, как быстро восстанавливается экосистема. Река вновь стала такой, какой она была в 19 веке, словно переместилась назад во времени. Начинается новая история с Энди. Команда преобразила реку. Мы на сотню лет заняли у реки ее энергию. Мы использовали ее, чтобы освещать наши дома, чтобы работали наши компьютеры. Вчера река все вернула себе. Река Сэнди вернулась в дикую природу. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Петр Табелевич.